Символика животных в произведениях лауреата Нобелевской премии Шмуэля Йосифа аббревиатура Шай Агнона, настоящая фамилия Чачкес, даты рождения 1888-1970, многообразна и в высшей степени значительно с точки зрения представления в еврейской литературе XX века традиционных религиозных, философских, фольклорных, антропологических и пространственно-временных представлений. Сюжеты и связанные с ними хронотопы большого количества текстов Агнона определяются наличием в них образов птиц, кошек, собак, коров, овец, быков, ослов, то есть тех наиболее распространенных домашних животных и птиц или животных и птиц, живущих рядом с человеком, которые столь характерны для пространства картин Марка Шагала. И это не случайно, поскольку и Шагал и Агнон, родившиеся в городке Бучич в Галиции, формируют свои нарративные конструкции при помощи соединения танохической символики животных с идишитскими и славянскими верованиями, ритуалами, приметами и прочее. Далековатые образы дают в своем пресечении и трансформации новые мотивы, на основе которых возникают неповторимые в своем своеобразии нарративные схемы. Они достаточно часто связаны с Эрец-Израэль и его символикой – религиозной и географической. Более того, отдельные локусы Эрец-Израэль в текстах Агнона как бы не существуют в ней этой утепляющей связи с домашним бестиарием. Так, кратчайший путь в Эрец-Израэль известен лишь козе, чье вымя наполнено молоком, источающим вкус меда. Рассказ «Маосе Хаэс» – сказ о козе. Птицы, которые утром прилетают на окно клевать крупу, заправленную яичным желтком, это души еврейских праведников, радость Господа, ждущего их вечером в Ган-Эден, райском саду. Рассказ цепорий «Птица моя». В романе «Тмоль Шельшом» трагический образ Иерусалима времен Второй Алии во многом создается благодаря символическому образу собаки, носящей имя царя Балака. Одним из наиболее распространенных в нарративных схемах Агнона является мотив гибели любимого или очень приближенного к человеку животного. За этим мотивом нередко следует известный в славянском фольклоре сюжет «Крошечка-хаврошечка». В результате гибели животного его хозяин или члены его семьи получают какую-то награду или искупление. Мотив гибели животного сближает многочисленные тексты, в том числе уже указанные выше. К ним примыкает и такой рассказ, как «Ави Хашор», впервые напечатанный в Теавиевской газете «Давар» 1 июня 1945 года, за три года до провозглашения независимости государства Израиль. Позднее войдет в книгу «Адхена» и не далее. Название рассказа «Ави Хашор» — «Отец быка» — и вступление к нему непосредственно свидетельствует о намерении автора через образ зверя-помощника пересоздать этиологическую легенду, лежащую в основе названия определенного района. Он расположен в южной части Иерусалима и в действительности никогда не назывался ивритским словосочетанием «Ави Хашор», представляющим кальку арабского «Абутур». Так называли Салахаддина, изгнавшего крестоносцев из Иерусалима в 1187 году, поскольку по преданию великий полководец появлялся на поле боя верхом на быке. За заслуги Салахаддину был дарован холм, названный в его честь «Абутур», где он позднее был похоронен. В период с 1887 по 1929 год выражение «Абутур» не употреблялось, а место называлось на иврите «Бейт-Юсеф» и было выкуплено тремя сионистскими деятелями и предпринимателями Йозеф Навон, Шалом Кунстром и Йоганес Фрудыгер, для развития торговли и строительства районно-жилых домов с синагогой в центре. С началом арабских волнений в 1929 году району снова возвращается название «Абутур». После войны за независимость 1948 года, наряду с названием «Абутур» употребляется и гевиат ханания, холм Ханании, поскольку в этом же месте находилось другое важное захоронение первосвященника времен Второго храма Ханании, о чем свидетельствует его описание в иудейских войнах Йозефа бен Матитьягу. Здесь же проходила древняя танохическая граница между коленом Ягуда и коленом Беньямина, а с 1948 по 1966 год граница между государством Израиль и Иорданией. Таким образом, речь идет о месте, расположенном между сакральным и секулярными пространствами Юрусалима, месте, которое всегда было полем раздора и битв. Об этом говорят его границы. С севера территория этого района ограничена горой Сиона и долиной Гиеном, Гиены Огненной. С юга – пременады Армон-Хаана-Цив, дворцом английского наместника времен британского мандата. С востока – деревня Силуан с ее знаменитым источником, а западная граница определяется новыми районами города, построенными уже в XX веке. Огнон постулирует в названии рассказа ивритская «Ави Хашор», утверждая таким образом изначальный приоритет танохического земельного раздела. Вместе с тем он создает в сюжете существенную антропологическую и этническую напряженность. Действующими лицами являются герои разного возраста, что способствует возникновению в сюжете рассказа, распространенного в ивритской литературе этого времени мотива деградации поколений. Но это не только герои символические, без имен и фамилий. Так о главном герое говорится, что он старик, заслуженный своими годами и наивный, как ребенок. У него нет ни сновей, ни жены, но есть маленький дом и есть поле, и есть бык. О его соседе-антагонисте сообщается только то, что он берет в жены уже четвертая по счету жену, и что у него есть дочь, которую он любит больше всех своих детей. Но герои, представляющие разные народы, которые живут вместе на одной территории. В сущности, в тексте упоминается только один народ. Цитата. «Был у отца быка друг еврей, который ведет его к песцу еврею, прожалому за то, что он изготавливал талисманы камеи с отрывками из Танаха для излечения от различных недугов». Понятно, что речь идет о совместном существовании арабов, наличии многоженства и евреев. При этом образ старика-араба, как очевидно из упоминания друга-еврея, укрупнен за счет ассоциации с Салахаддином, поскольку старик появляется на поле боя на спине быка, топчущего и убивающего своими рогами врагов. О национальности врагов ничего не говорится. Это могут быть традиционно турки или арабы-шииты, поскольку Агнону важно подчеркнуть в сложное взаимодействие между евреями и арабами, в том числе и внутренние отношения только в арабской и только еврейской среде, на символической в этом плане территории Иерусалима. Вопрос в том, кому принадлежит эта территория, оказывается связанным с символическим образом быка, традиционный мотив в истории литературы, особенно в эпосах. Сравните легенду об образовании Карфагена в Анаиде, правда, вместо быка здесь фигурирует корова. Важными в этом идеологическом, антропологическом и географическом сюжете является ряд мотивов, сцепленных в отдельные части сюжета. Итак, сейчас будет чуть подробнее об этих мотивах. Часть первая под названием «Чудесный бык». Пункт первый. Рассказ начинается с констатации симбиоза старика и его быка. При этом бык максимально очеловечивается или скорее особачивается согласно тем работам, которые он выполняет. Он не только возделывает поле, но и ходит на рынок за покупками, с привязанной на шею жестянкой с деньгами. Старик любит быка, всячески холит и лелеет его. Пункт второй. Бык не только хорошо понимает язык хозяина, его чувства и эмоции, и нужды той территории, на которой живет старик. Бык идет за стариком, спрятавшимся от врагов в пещеру под землей, залезает туда и призывно мычит. Старик размышляет над языком быка и понимает его мычание, как необходимость сменить место убежища. Вылезает вместе с быком и садится ему на спину. Чудесный бык мчит его на поле боя, подбадривая помертвевшего от страха хозяина мычанием. Враги побиты. Пункт третий. Старик призывает весь народ, спрятавшийся от нашествия, воздать почести быку. Народное празднество в честь быка, устроенное по модели царь Давид, плящущий перед ковчегом завета. Люди пляшут перед быком и поют в его честь песни. Четвертый пункт. Бык проникается любовью и доверием каждому, живущему на этой его территории. Часть вторая. Испытание любви быка к человеку. Пункт первый. В рассказе возникает мотив ненасытности соседа-антагониста, антагониста-старика и его гостей, то есть младшего поколения. Сосед обязан насытить свою плоть. Для этого он, согласно арабскому закону, берет в жены уже четвертую жену и накормит спирующих в его доме в течение семи дней. Возникает кумулятивное нагнетение мотива убоя скота. Сосед режет свой скот, овцу за овцой, барана за бараном, пока не остается никого, а гости по-прежнему голодны. Пункт второй. Сосед выходит из своего дома на улицу и видит чудесного быка-старика, забывает о его доблестях и хватает быка за рога. Пункт третий. Бык, столь же наивный, как и его хозяин, растроган, как ему кажется, приглашением на свадьбу к соседу и с радостью идет за ним, прославляя благодарную природу людей. Пункт четвертый. Гости накормлены мясом быка-победителя. Мотив, в котором очевидно преломление мотива пира в конце света, когда все будут накормлены мясом левиафана или мясом огромного быка. Часть третья. Горе старика и новое чудо. Пункт первый. Старик ищет пропавшего быка и видит его призывно блистающие рога в куче мусора. Старик вешает рога себе на шею и горько оплакивает быка. В это время старик слышит странный звук, исходящий из рогов быка. Пункт два. Друг еврея ведет старика, который хочет понять, о чем говорят рога быка, к разжаланному еврею-писцу-талисманов, то есть человеку, всю жизнь учившемуся и имевшему дело со священным писанием и излечением больных его посредством. Пункт третий. Песец трубит в рог быка и объясняет, что старик слышит звук шафара, трубы, возвещающие Йом-Кипур, судный день. Таким образом, наряду с утратой чудесной живой физической силы и мощи, которая в большинстве мифологий ассоциируется с символикой быка, смотрите, например, сражение Гильгамеша с быком или Геракла, или Тесея, критский бык. В рассказе Агнона постулируется моральная сила чудесного быка. При этом очевидно, что речь идет о той моральной силе, которая была вложена еврейским богом в душу животного. Она дала чудесному быку возможность спасти народ Иерусалима от врагов. Сейчас она, находясь в ином мире, в мире мертвых, сообщает о себе глазом, возвещающим о приходе дня, накануне которого, согласно еврейской религии, надо просить прощения и каяться в грехах. Пункт четвертый. Одновременно писец путем расспросов определяет убийцу быка. Часть четвертая. Искупление горя и приобретение богатства и территории. Первый пункт. Старик горюет о быке семь дней и семь ночей, не выходя из своего дома. Это еврейский обряд поминовения умершего, шива. Пункт два. Сосед быка-убийца чувствует раскаяние при виде такого безутешного горя и приходит повиниться. Пункт третий. Старик заявляет, что бык ушел искать себе жену и уже нашел ее. Это дочь соседа быка-убийцы, любимая его дочь по имени каркумит от ивритского каркум-куркума, поскольку она родилась в поле куркумы. Интенсивно розовый цветок куркумы и зеленоватыми окончаниями лепестков ассоциируется здесь с румянцем и молодостью девушки, ее благородной красотой. А главное, куркума и ее корень являются символом плодородия, здоровья и защиты от злых сил. Агнон, как кажется, трансформирует здесь станохический мотив корни плодородия, и куркума играет роль Мандрагоры. Одновременно под спудно вводится аллюзия шекспировского шейлока, требующего обещанного ему по договору фунта человеческого мяса, мяса противника, как возмещение морального убытка. Пункт четвертый. Сосед-быкаубийца торгуется со стариком, который в результате получает семь коров. Смотрите символику семи коров, как семи тучных лет в истории Йосефа. Напомним в этой связи, что территория, о которой идет речь в рассказе, называлась также Бейт-Юзеф. Семь телочек, причем самая маленькая, весом скоркумит, столько-то земель и столько-то полей в безраздельное пользование. Таким образом, преступление, совершенное против чудесного быка, оказывается искупленным. Коровы и телочки обещают многочисленное потомство, а земля и поле становятся собственностью отца быка, Авихашор, отомстившегося за смерть сына. Мотив возмещения морального и физического ущерба крошечка-хаврошечка приобретает у Агнона отчетливые еврейские, религиозные и сионистские утверждения приоритета еврейской территории, на которой, кстати, по сей день живут и евреи, и арабы, коннотации. В рассказе утверждается еврейское первородство души животного, ее вечная таинственность для человека, возможность приближения к ее познанию только при помощи религиозного еврейского знания. Рассказ заканчивается утверждением Божьего величия и промысла, которое, как в книге Иова, непознаваемо для человека. Цитата. «Вот сказ об отце быка и его быке, которого съели до последнего кусочка мяса и до последней клеточки кожи, и ничего от него не осталось, кроме его рогов, и Господь восславил его рога на веки вечные». Конец цитаты. Чудесные физические и моральные качества животного вызывают то чувство, которое лучше всего определить при помощи еврейского выражения «кабдеху ве хашдеху» «почитай и бойся». Надо сказать, что такое отношение к животным и птицам очевидно во многих текстах Агнона. Оно может происходить, например, из структурного тождества, например, между рассказами Ави Хашор и Маасе Хаэс «Сказ о козе». Помощный герой чудесный бык рогатый, зверь-помощник, чудесная коза рогатая, бык несет еду с рынка, коза приносит молоко из Эрец-Израэль. Бык способствует здоровью старика, коза вылечивает старика молоком. Бык входит в пещеру к старику, чтобы сделать из него героя войны. Коза ведет молодого сына старика из диаспоры через пещеру, проход между мирами в Эрец-Израэль. Убивают чудесного быка, режут чудесную козу. Однако мотив дегенерации поколений «глупый сосед-быкоубийца», «глупый сын» приобретает здесь новую трансформацию. Глупый молодой сын старика, оставшийся в Эрец-Израэль, не смог правильно сообщить отцу и матери, как туда пройти волшебным путем. Но, может быть, несмотря на смерть козы и сокрытие легкого пути в землю обетованную, отец когда-нибудь увидит его полненьким и свеженьким. В жанровой системе рассказов Агнона разница этих концовок демонстрирует различие между этиологической легендой и сказанием о хождении в Эрец-Израэль. Причем в обоих случаях используются элементы структуры волшебной сказки и образ волшебного помощника, помощного зверя. С другой стороны, то же отношение к Абдеху в Эхашдеху, почитай и бойся, может происходить из мотива причастности животного, а еще чаще птицы к божественному присутствию, шахине и к небесному Иерусалиму. Любопытно, что в таких текстах, как Хаамид Пахат, платок, или Ципорий, птица моя, нет столь отчетливого присутствия элементов структуры волшебной сказки. Их заменяет подспудный сюжет смерти, грозящий герою, и чаще всего ребенку. Однако анализ нарративной структуры этих рассказов выходит за рамки времени доклада. В заключение хочу лишь привести слова Шаи Агнона, которые он счел нужным произнести в конце своей нобелевской речи. Цитата. «Чтобы не обделить никакие создания, я обязан упомянуть и скотину, зверей и птиц, у которых учился. Ведь, сказал Иов, он научает нас через скотину земную, через птиц небесных, умудряет. Кое-что из того, чему я научился у них, отражено в моих книгах. Но боюсь, что учился у них недостаточно. И когда я слышу лазь собаки, пение птицы или крик петуха, не могу понять, благодарят они меня за все то, что я рассказала о них, или протестуют». Конец цитаты и конец доклада. Продолжение следует...